Вот знаменитый Ил-4. Так в 1942 году стали называть модернизированный ДБ-3Ф конструкции Сергея Илюшина. Выпущенные в начале войны в Комсомольске на Амуре, уже в августе 1941-го они бомбили Берлин. Я не оговорился. В ночь с 7 на 8 августа 1941-го Берлин сотрясали взрывы мощных авиабомб. Это были наши бомбардировщики. Они добрались до вражеской столицы с Балтийских островов. Кстати, эта сложнейшая операция была проведена без потерь. Первыми, кто об этом узнал, были те, кто собирал и модернизировал эти самолеты. Работники Комсомольского на Амуре авиационного завода. Область боевого применения этого самолета была чрезвычайно широкой. В качестве дальнего разведчика, торпедоносца, минного заградителя, средства десантирования людей и грузов. До конца войны Ил-4 действовал на всех фронтах. Последний боевой вылет Ил-4 совершил на Дальнем Востоке, в период войны с Японией. Был разработан в конструкторском бюро под руководством Сергея Ильюшина. Войска самолет поступил в 1940 году. На таких машинах в начале войны советские летчики под командованием полковника Евгения Преображенского впервые бомбили Берлин. Экипаж самолета состоял из четырех человек. Командира, штурмана, стрелка-радиста, стрелка люковой установки. Максимальный взлетный вес бомбардировщика мог достигать 10 тонн. Ил-4 развивал скорость до 344 км в час, при этом, в случае отказа, самолет долетал до аэродрома на одном работающем двигателе. Дальнем Востоке Дальнем Востоке